На автоплощадке установлены знаки, лежачие полицейские, разметка, работает светофория. Все в миниатюре, но почти как на дороге. Участники конкурса должны проехать на велосипеде по своему маршруту, не нарушая правила. За каждым наблюдает сотрудник госавтоинспекции. На перекрестках было сложно и перед железной дорогой. Прошло все хорошо, мне очень понравилось, очень добрый инспектор попался. На соседней площадке сдают экзамен по основам медподготовки. В билетах два вопроса, теоретические и практические. Аптечка, чтобы показать, как будешь действовать, если на дороге произошла авария. Закрыт перелом электронных костей. Сначала показываем, где у вас с тобой билет. Нужно взять палку и сделать шину. Шину, это надо, получается, закрепить эту палку в месте перелома. В это же время в соседнем кабинете идет экзамен на знания правил дорожного движения. Он чем-то напоминает тот, что сдают в ГИБДД. Вопросы на экране монитора ответить на каждый нужно за 30 секунд. Дети изучают правила дорожного движения, повторяют, знакомятся друг с другом, делятся своими знаниями о правилах дорожного движения со своими сверстниками, получают и узнают что-то новое, чтобы потом и далее распространять полезную информацию среди своих сверстников. Юные инспекторы дорожного движения учат сверстников правильно вести себя на дороге. Лекции они не читают, все занятия проходят в игровой форме. Узнать, кто подготовлен лучше, поможет конкурс «Агитбригад». По итогам всех состязаний из 17 команд выберут трех победителей и лауреата. Лучшая команда будет представлять Рязань на региональном конкурсе и получит в подарок велосипед. Для остальных участников ГИБДД подготовили сладкие призы. Дина Ислева, Станислав Кудряшов, телекомпания «Город».